Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «День за днём» в студии Андрея Бойко. Все самые важные и интересные события по Татарскому району сегодня в нашей программе. 29 января состоялось отраслевое совещание при главе Татарского района по итогам работы системы образования в 2015 году и основным направлением деятельности на 2016 год. В совещании приняли участие руководители всех образовательных учреждений Татарского района и главы муниципальных образований. Начальник управления образования Людмила Привалова в своем приветственном слове процитировала губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого. Достигнутый в 2015 году региональный показатель развития дошкольного, общего, профессионального, дополнительного образования детей и взрослых является достойным вкладом в развитие российского образования. Анализ результатов 2015 года поможет объективно определить направление развития образования, оценить ресурсный потенциал этого развития, способствующий реиндустриализации региона. Одна из главных тем совещания это финансирование системы образования. Людмила Викторовна отметила, что финансирование образовательных организаций урезано не будет. В Новосибирской и Омской области продолжается эпидемия гриппа. На карантин закрываются школы и детские сады. В Новосибирске зафиксирован уже второй случай смерти от гриппа. О том, как обезопасить себя в эти дни, нам рассказал главный врач Центральной районной больницы Евгений Пиндюк. 3 февраля из-за гриппа в Новосибирской области ввели запрет на массовые мероприятия. Сообщение об этом появилось на официальном сайте Роспотребнадзора. Запрет носит рекомендательный характер и касается мероприятий в медицинских и образовательных учреждениях, на предприятиях торговли, сферы обслуживания, общественного транспорта, в высших учебных заведениях. Чтобы избежать эпидемии, сотрудникам этих организаций рекомендовали масочный режим, а поликлиники перевели на 6- и 7-дневную неделю с удлиненным рабочим днем. Экстренные меры власти вынудило принять неблагополучная эпидемическая ситуация. Диагноз «грипп» поставлен 425 пациентам. В 26 случаях подтвержден свиной грипп. На карантине сегодня 8 школ и 49 детских садов региона. В Татарском районе пока ситуация остается относительно спокойной, однако нужно всегда оставаться на чеку. В Татарском районе на сегодняшний день ситуация по респираторным инфекционным заболеваниям и гриппу в общем-то можно оценить следующим образом. На сегодняшний день есть, имеет место подъем этой группы заболевания, но такого резкого скачка мы не отмечаем. За этот период где-то с января по сегодняшний день идет некоторое превышение количества острых респираторных инфекций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И в основном это за счет именно острой респираторной инфекции. Случаев гриппа у нас зарегистрировано на сегодняшний день 16 больных. В основном это привозные случаи гриппа и хочу отметить, что это грипп типа А. Немножко расшифрую, грипп типа А это обычный сезонный грипп, который встречался и в предыдущие годы на территории нашего района. Так называемого свиного гриппа или гриппа H1N1 на территории Татарского района на сегодняшний день не зарегистрировано. Все случаи протекают в легкой форме, тяжелых форм и каких-то атипичных форм со сложнениями на сегодняшний день не установлено. Конкретно что касается заболевания гриппа, самым достоверным, так скажем, профилактическим мероприятием на сегодняшний день остается вакцинация. Вакцинацию, конечно же, от гриппа необходимо проводить не в настоящее время, то есть не в период подъема этих заболеваний, а еще в осенний период, это к сентябрь, октябрь, для того, чтобы выработался иммунитет. Конечно же, вакцина сама по себе полностью не дает гарантии, что человек не заболеет этим заболеванием, но в большей части, конечно, удается избежать гриппа, но даже если грипп и возникнет у пациента, то он будет протекать в более легкой форме и без осложнений. С целью профилактических мероприятий уже в разгар вот этих заболеваний, когда имеется повышение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ, нужно соблюдать несколько простых правил. Ну, первое, это, конечно же, стараться избегать мест массового пребывания людей. Это различные развлекательные мероприятия, культурно-массовые мероприятия, стараться все-таки больше находиться дома. Если этого сделать невозможно, то есть варианты, например, пользоваться маской, так называемой. Маску можно как приобрести в аптеке, так можно изготовить и самому четырехслойную маску из марли. Ну, тут нужно соблюдать необходимые условия. Маску необходимо менять каждые 2-3 часа для того, чтобы она сохраняла свою эффективность. Кроме того, для профилактики и предупреждения заболевания данной группой инфекций необходимо применять медикаментозные препараты именно с профилактической целью. Ну, это всем известные препараты Арбидол, например, Ремонтадин и другие противовирусные препараты, которые в наличии в аптеке в достаточном количестве сейчас имеются. Одним из профилактических мероприятий является также необходимость частого мытья рук, поскольку доказано на сегодняшний день, что передача инфекционными заболеваниями, именно острыми респираторными инфекциями и гриппом происходит именно через руки. Также нужно обратить внимание, что нельзя руками дотрагиваться до лица, до глаз, до слизистых оболочек. То есть это тоже способствует передаче вот этой инфекции. Я еще раз хочу напомнить, что к данной группе заболеваний нужно относиться достаточно серьезно. Повторюсь еще раз, что самое главное, что у этих заболеваний достаточно серьезные осложнения, поэтому, чтобы их избежать, нужно соблюдать простые правила, которые позволят вам избежать этих заболеваний. Ситуация с дорожно-транспортными происшествиями меняется день ото дня. Какова ситуация на данный момент, нам рассказал инспектор по пропаганде отдела ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России Татарский, старший лейтенант полиции Хомченко Марина Викторовна. За январь текущего года зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в котором травмирован один человек. За аналогичный период прошлого года произошло одно дорожно-транспортное происшествие, один человек погиб, трое травмированы. Для кого существуют правила? Этот же вопрос можно задать водителю, который сел за руль в нетрезвом состоянии и стал виновником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пешеход, переходивший проезжую часть в зоне пешеходного перехода, пострадал. За аналогичный период прошлого года дорожно-транспортное происшествие произошло на федеральной автодороге Байкал М51, в котором погиб один человек, травмировано три человека. Водитель, управляя автомобилем Subaru Impreza, не справилась с управлением и допустила выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего произошло столкновение со встречным автомобилем ВАЗ-21102. В результате дорожно-транспортного происшествия в автомобиле ВАЗ от полученных травм погиб пассажир до приезда скорой помощи. Работниками Государственной инспекции безопасности дорожного движения систематически проводится профилактическая работа по предотвращению нарушений правил дорожного движения, в частности проводят операции, трасса, выявлено 97 нарушений скоростного режима и при проведении операции нетрезвый водитель задержано 11 водителей, управляющих автомобилем в нетрезвом состоянии. За аналогичные периоды прошлого года также было задержано 11 водителей, управляющие в нетрезвом состоянии. И в отношении трех водителей возбуждены уголовные дела. В прошлом году было выявлено 228 нарушений правил дорожного движения пешеходами, в этом году 81 нарушение. Можно подчеркнуть об улучшении соблюдения пешеходами правил дорожного движения. Нарушение правил дорожного движения приводит иной раз к печальным последствиям. Так можно ли предотвратить беду? Конечно, можно. В том случае, когда все участники дорожного движения будут неукоснительно выполнять правила. Желаем всем безопасных дорог. 29 января в Татарске состоялся третий районный фестиваль «Конкурс общественных инициатив». Это мероприятие можно смело назвать новым импульсом для людей, которым не безразлична судьба района. Впервые фестиваль «Конкурс общественных инициатив» прошел в 2013 году. Инициатором проведения данного мероприятия выступил Союз женщин Татарского района. Фестиваль призван поддержать общественные инициативы населения, направленные на решение актуальных социально значимых проблем. Принять участие в этом проекте могут общественные некоммерческие организации, общественные формирования, инициативные группы граждан, активные жители Татарского района. В этом году в фестивале приняли участие 20 человек. Среди членов жюри секретарь правления Союза женщин Елена Прудникова, директор Татарской межпоселенческой библиотеки Людмила Осипова, специалисты Управления культуры, спорта по делам молодежи и социальной политики Иван Шишкин и Марина Штенгаур, член правления Союза женщин Галина Мартынцова. На протяжении нескольких лет Министерство региональной политики Новосибирской области объявляет конкурс социально значимых проектов, выполняемых физическими лицами и социально ориентированными некоммерческими организациями. Татарский район активно принимает участие и ежегодно подает на конкурс не менее 35 заявок. В 2015 году победителями стали 9 проектов, и именно 29 января авторы проектов получили благодарственные письма из рук главы Татарского района Владимира Смирнова. Хочу поблагодарить всех участников за то, что вы пишете ваши проекты, участвуете. Это, конечно же, активные граждане Татарского района. Я хотел бы пожелать еще вам, чтобы вы писали проекты и защищали на областном уровне. Хочу пожелать вам здоровья, благополучия и удачи в хороших, интересных проектах. Главный инициатор и вдохновитель фестиваля Елена Петрова отметила в своем выступлении, что в Татарском районе большое количество неравнодушных людей. Потому фестиваль общественных инициатив и проходит с успехом. Мы очень рады, что нашли такую возможность, такой формат, где действительно мы можем поощрить уже опытных наших граждан и как-то мотивировать к действию молодых. В 2015 году в нашем районе впервые состоялся конкурс «Женщина года». Его итоги также были подведены в этот день. В различных номинациях лучшими были признаны Ирина Чехович, директор районного дома культуры Родина, Вероника Шнайдер, заведующий молочным блоком СХПК «Новомихайловский», Елена Галева, учитель школы номер 9, Нина Лопатина, учитель Лопатинской школы, Рената Юрьева, директор Кочневской школы, Татьяна Прошина и Татьяна Наумцева, работники комплексного центра соцобслуживания, Ирина Бадакина, медсестра села Новомихайловка, Ольга Волошина, директор Новомихайловской школы. Абсолютным победителем конкурса «Женщина года» стала Любовь Пономарева, глава Лопатинского муниципального образования. После награждения лучшей женщины началась главная программа фестиваля, представление и защита проектов и мастер-классы, вокал, изделие из бересты, песочная анимация и многое другое. По итогам конкурса в номинации «Лучший проект», реализованный по месту жительства, первое место заняла Галина Мельникова с проектом «Быт и фольклор нашего села». В номинации «Возрождение и сохранение историко-культурного наследия Татарского района» лучшей стала Ольга Шабалдина с проектом «Азбука юного жителя Татарского района». Победителем в номинации «Лучший проект по работе с детьми и подростками» стала Наталья Нагибина, ее проект «Сувенир». Лучший проект по патриотическому воспитанию представил Вячеслав Кайгородов с проектом «Служба дедов и отцов. Пример для внуков и сынов». В свободной теме на первом месте оказалась Елена Первухина и ее проект «Школа старшего поколения». Но на этом награждения не закончились. Далее от Союза женщин Татарского района были вручены сертификаты на реализацию проектов. Их получили трое участников. Однако возможность получить сертификат была не только у победителей в своих номинациях. Елена Геннадьевна Петрова объяснила почему. «Это проекты, которые не просто показались нам интересными, но они реализуются сейчас, либо только запланированы к реализации в ближайшее время, и для которых наша поддержка действительно может сыграть значительную роль». Таким образом, финансовую помощь на дальнейшее развитие своих проектов получил Юрий Галев с проектом «Воинская слава России в пластиковой миниатюре», Вячеслав Кайгородов с проектом «Служба дедов и отцов. Пример для внуков и сынов» и Андрей Зайцев со своим проектом «Деревянные кружева». Далее новости спорта. 31 января в Лидонворце спорта «Юность» состоялась церемония закрытия хоккейного турнира «Золотая шайба» среди команд игроков 2003-2004 года рождения. В турнире приняли участие 7 команд. В первой игре наша юность одолела гостей из «Родынки-8-5». Игра с Карасукским локомотивом закончилась со счетом 12-2 в пользу юности. Затем наши хоккеисты разгромили Снежинку из «Довольного». Игра с Каинском окончилась победой со счетом 4-3. Следующими были гости из «Чинов» и в решающем матче за первое место «Юность» обыграли Сибирь из «Чистоозерного». Таким образом, татарская юность одержала уверенную победу в турнире. В феврале в рамках открытого чемпионата татарского района по хоккею пройдет традиционный матч всех звезд. В этот раз команда лучших игроков возглавят вратари Сергей Букреев и Виктор Сафронов. А с 4 по 7 февраля в ЛДС «Юность» пройдет турнир «Золотая шайба» среди команд хоккеистов 2001-2002 года рождения. Это был информационный выпуск «День за днем». Смотрите нас на телеканале ОТС каждую пятницу в 18.00 с повтором в субботу в 10.30. Также все наши выпуски вы можете найти в нашей группе ВКонтакте. А наш выпуск продолжает фильм, рассказывающий о результатах работы сельского хозяйства района и его культурно-спортивной жизни в 2015 году. Фильм был представлен на итоговом совещании трудовых коллективов 5 февраля. С вами был Андрей Бойко. Удачных вам выходных! Новосибирская область Самых отдаленных от областного центра населенный пункт. Территория района составляет более 5000 квадратных километров, в том числе 360 тысяч гектаров сельхозугодий. Численность населения свыше 43 тысяч человек. Наш район традиционно сельскохозяйственный. Основу его экономики составляет мясо, молоко, хлеб. Сельскохозяйственное производство района представлено 12 крупными предприятиями и более 40 крестьянско-фермерскими хозяйствами, которые ежегодно занимают одно из ведущих мест в области по производству молока, мяса и зерна. За 2015 год хозяйствами района построено 4 современных животноводческих сооружения для содержания сельскохозяйственных животных и производства продукции животноводства. Помещение соответствует всем требованиям и нормам. Также построено 4 зерносклада для хранения зерна, общим объемом более 10 тысяч тонн. Во всех хозяйствах ведется планомерная работа по улучшению условий труда работающих. Среди предприятий можно отметить колхоз Колос, колхоз Победа, колхоз имени Ленина, Новомихаевский колхоз и многие другие. Колхоз Колос образовался в 1994 году. На данный момент включает в себя две фермы – селе Рождественка и Первомихайловка. Руководит хозяйством Сергей Анатольевич Метель. Основным направлением работы является животноводство. В хозяйстве насчитывается 3500 голов крупнорогатого скота, из них 1000 голов дойного скота. Ежедневно в хозяйстве получают 19 литров молока на фуражную голову. Таких результатов помогают добиться грамотные специалисты. Всего в колхозе трудится 220 человек. Заработная плата у сотрудников в зависимости от результатов и периода работы варьируется от 25-30 тысяч рублей до 70-90 тысяч. Автопарк хозяйства насчитывает 104 единицы техники. Недавно был приобретен комбайн «Полесье», который уже успел себя зарекомендовать с положительной стороны, практически заменив три комбайна «Енисей». Также в планах покупка грузового автомобиля «КамАЗ». На территории хозяйства из года в год осуществляется строительство помещений для хранения зерна, содержания скота, а также жилых домов. За последние пять лет в колхозе было построено 54 дома. Таким образом, 54 семьи получат совершенно новое жилье. Строительство большинства домов было реализовано по целевой программе 70 на 30. На текущий год в планах строительства еще пяти домов. В прошлом 2015 году в хозяйстве были построены коровник на 200 голов, телятник, два склада для хранения зерна. На данный момент идет подготовка к строительству еще одного телятника. Второй год функционирует животноводческая база, оборудованная современной техникой. Также на базе созданы комфортные условия для работы сотрудников. Есть санузел, душевая, просторная комната отдыха. На ферме в селе Рождественка работает бесплатная столовая с собственной пекарней. Все это, ну как сказать, языком не лякать, а делать. Как бы ни было трудно, руки нельзя опускать. Нужно смотреть вперед, знать, что за тобой 220 человек. И ни в коем случае нигде слабинку нельзя давать. Это моя родина. Я здесь родился. И как? Никогда не позволю, чтобы уйти на пенсию и плевали в спину. Нет. Будем жить, работать, строить. Наравне с колхозом «Колос» высокие результаты из года в год показывает СПК «Колхоз Победа». Свою деятельность он начал в 2000 году. До этого был известен как «Колхоз Победа», а затем «Акционерное общество». Руководит хозяйством Николай Тимофеевич Нежельский. Основным направлением работы также является животноводство. Поголовье крупнорогатого скота составляет 2200 голов. Из них 858 фуражных коров. Ежедневный удой на фуражную корову составляет 5,5 литра. В планах увеличить удой до 5,9 литра. С декабря прошлого года по всему хозяйству проводится искусственное осеменение скота. В 2015 году запущенная сушилка для зерна была переведена с дизельного топлива на газ. Благодаря этому в прошлом году было высушено все зерно, что благоприятно сказалось на его качестве. Хозяйство полностью обеспечено кормовой базой. Более того, возможно, что некоторые запасы могут перейти на следующий год. Также в хозяйстве ведется строительство. В 2015 году был построен новый склад. Установлен скелет для будущей животноводческой базы. Закончить строительство планируется к концу текущего года. Затем необходимы будут средства для приобретения животноводческого оборудования. В хозяйстве остро стоит вопрос об асфальтировании внутрифермерских дорог. Для проведения настолько объемной работы необходима помощь извне. К началу 2016 года в СПК «Колхоз Победа» полностью обновлен автопарк. Были куплены новые тракторы «Беларусь», «К-700» и «Т-150», а также новый посевной комплекс и кормоуборочная техника. В планах приобретения нового комбайна «Акрос». Колхоз неоднократно становился призером и победителем многих сельскохозяйственных выставок и соревнований. Является обладателем кубков и почетных грамот различного уровня. В хозяйствах Татарского района постоянно идут работы по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, благодаря федеральной и областной программе «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года. В 2015 году в сельской местности было построено 13 домов в таких хозяйствах, как ООО «Колосок», СПК «Колос колхоз», СПК «Колхоз Победа». Проведено обновление машино-тракторного парка на 160 миллионов рублей. Более 107 единиц современной, высокопроизводительной, энергонасыщенной, комфортабельной техники для сельскохозяйственного производства. Переработкой сельхозпродукции в Татарском районе занимаются такие крупные предприятия, как Татарский маслокомбинат, Татарский зернопродукт, Татарский хлебокомбинат и Татарский мясокомбинат. В 2015 году Татарский район праздновал 90-летие со дня образования. В честь такого значительного события для жителей района были проведены масштабные мероприятия. Концерты у здания районного Дома культуры Родина была организована улица Талантов. По дорогам районного центра прошла колонна ретроавтомобилей. В районе на высоком уровне находится культура и спорт. Дважды наша сборная становилась победителем областной культурной олимпиады. А на территории района регулярно проходят значимые областные, межрегиональные и международные конкурсы. Такие как международный конкурс искусств «Золотая Сибирь», международный фестиваль «Играй гармонь», фестиваль современной музыки «Сибирский формат». С появлением Ледового дворца «Юность» резко изменилась спортивная жизнь района. Соревнования там проходят практически круглый год. Приезжают команды из других регионов Российской Федерации, а профессиональные тренеры помогают достичь нашим спортсменам самых высоких результатов. И они говорят сами за себя. В 2015 году Татарский район был признан лучшим спортивным районом Новосибирской области на областном конкурсе «Спортивная элита-2015». В Татарском районе большое внимание уделяется истории страны и событиям прошлого. За последние годы в районе был открыт памятник, посвященный женщинам, ждущим возвращения защитников Отечества. Мемориальная плита, посвященная воинам 112-й стрелковой дивизии. На территории историко-краеведческого музея открыт памятник воинам-пограничникам. А 70-е годовщина Великой Победы была отмечена с большим размахом. 9 мая по улице Ленина прошли участники акции «Бессмертный полк». А на мемориальном комплексе можно было увидеть парад. В преддверии праздника была открыта мемориальная плита, посвященная нашим солдатам, пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны. Шести школам района были присвоены имена Героев Советского Союза с установлением мемориальной доски. Также в 2015 году в сквере возле Дома культуры Родина была торжественно открыта Аллея Героев Советского Союза выходцев из татарского района. Татарский район – это район с богатой историей и позитивным взглядом в будущее, которым он приближается с каждым годом все быстрее и быстрее. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok